Всем привет, друзья! С вами Светлана и сегодня я вам подскажу еще один вариант, где можно остановиться летом. Правда, справедливости ради скажу, что данная квартира свободна с 13 августа, поэтому можно сказать, что не все лето, она свободна и она свободна всего до 4 сентября. Но давайте посмотрим, что это за квартира. Находится она в ЖК Кавказ, верхняя дорога 151. Как вы знаете, от ЖК Кавказ недалеко до моря, об этом я тоже расскажу в видео, мы обязательно с вами прогуляемся до пляжа Кавказ. Давайте я вам покажу эту квартиру. Смотрите, на входе нас встречает огромная просто прихожая. Здесь есть как хозяйские шкафчики, так и общего пользования для отдыхающих. У хозяйских шкафчиков, чтобы вам не запутаться, просто нет ручек. Они на ключ открываются, закрываются так же, как и верхние, например, антресоли, там тоже под ключ. Здесь вот у нас, смотрите, есть зона для того, чтобы повесить ваши платьишки, какие-то блузочки, футболочки с тримпельками. В этом отсеке уже вы сможете найти вдруг, если замерзнете одеяло. Оно зимы лежит новое, купленное, не пользовались, потому что здесь достаточно тепло. Вот такие вот полочки. Для тех, кто живет у нас больше 10 дней, конечно же, предусмотрена замена полотенец, а также замена постельного белья, так как у нас диван и кровать. Один комплект на кровать, другой комплект на диван, соответственно. Давайте пройдем сначала в санузел. В санузле у нас стандартная комплектация, обязательно стиральная машинка, без проблем средства для уборки. Веник, совок, швабра, фен, в принципе, можете свой не везти. Освежитель воздуха, вот такое вот зеркало, раковина, даже есть тумба. Унитаз, конечно же, и вот такая вот душевая зона помывочная. Тоже душ, кран, батареи, тазик для стирки, например, ваших вещей, если не хотите запускать машинку, например, для носков каких-нибудь. Пойдемте дальше. Следующее покажу вам, как интересно переформировали студию в однокомнатную квартиру. Вот смотрите, здесь у нас еще есть такой большой холодильничек. Давайте сначала на кухню зайдем. Здесь у нас электроплита, чайник электрический, СВЧ-печь, вытяжка. Здесь у нас всякие крупы, сахар, соль. Здесь у нас вилки, ложки, плошки, поварешки. Здесь вот такой вот просто фумигатор. Ой, кстати, смотрите, да, вас уже позаботились, если вдруг комары, не волнуйтесь. С этой стороны у нас кастрюльки. Что у нас здесь скрывается? Здесь скрывается тоже сковородочка. Все, в принципе, укомплектованы. Ножи, пожалуйста, здесь у нас по традиции уже корзины для мусора. Ну и здесь стандартный набор посуды на четверых. Ну, даже я вот вижу, есть маленькая еще чашечка. В принципе, наверное, для четверых плюс один маленький ребенок. Давайте зайдем на... У нас комната теперь здесь, видите, это зона отдыха. Здесь четыре... Три стула, прошу прощения. Диван двуспальный для детей метр пятьдесят на метр пятьдесят. Поэтому я сразу поправляю, что для детей. Оно уже заправлено. Внутри дивана подушки, пододеяльник. Простынь уже накинута сверху под пледом. Я стараюсь делать так, чтобы гостям было сразу удобно заезжать. То есть у нас как раз сейчас будет заезд. Поэтому я здесь и нахожусь. Плит-система работает отлично. Холодит. Телевизор. Здесь, по-моему, штатные девятнадцать каналов. Но это не беда. Ведь у нас есть здесь интернет. Смотрите, вот он, Wi-Fi роутер стоит. Достаточно хороший интернет. Так как люди, которые здесь жили, уже дали свой отзыв. То есть им все понравилось, все работало. Заходим на балкон. Смотрите. Многие ошибочно полагают, что это пятое спальное место. Нет, смотрите, для чего мы поставили сюда вот такое кресло-кровать. Это тоже небольшое кресло-кровать. Но, в принципе, даже я вмещаюсь на нем. Поэтому метр шестьдесят пять нормально будет. Вот я лежала, мне это было комфортно. Это место мы специально сделали, потому что у нас иногда отдыхают семьи с разнополыми детьми. То есть бывает, да, дочь и сын разных возрастов. Конечно, например, им неудобно спать вместе. Например, один ребенок ложится на диван, второй ребенок ложится на вот это спальное место. Поэтому, ребята, здесь на четверых квартира предназначена. Не думайте, что если у нас пять спальных мест, то можно в пятером. Таковы пожелания хозяйки. Хозяйки, поэтому квартира-то небольшая. Это бывшая студия. Поэтому здесь толпы народа и не должны отдыхать. Но студия действительно хорошая. Вот я вам скажу о душе, потому что она уютная, компактная. И здесь есть все, что нужно. Видите, даже с раздельной спальней. Даже вот с таким вот дополнительным местом. А вдруг, как говорится, да, у вас приедет ребенок взрослый и ребенок помладше, который не совпадает. Биологические часы. И тут даже предусмотрена розетка для зарядки. Еще здесь лампа есть. Вот. Везде у нас, смотрите, рулонные шторы. Видите, вот у нас сейчас еще даже восьми утра нет. Видите, ранний заезд такой. И вот даже сейчас слепит солнце, потому что это восточная сторона. Поэтому, конечно, рулонные шторы будут спасать. Здесь есть, пожалуйста, сушка для вещей. Стремянка вдруг, там лампочка перегорит, чтобы не было трудностей заменить. И давайте пройдем в спальню. В спальне также имеется вот такая вот спальня. Здесь двуспальная кровать стоит. В принципе, я уже также жду гостей. Также она заправлена. Здесь есть вот такой светильник. На потолке нет света, но в принципе, светильник есть. И эта зона отдыха больше для сна. Все равно, я думаю, что больше всего времени будет проводить семья на кухне, именно трапезничая и, соответственно, на пляже загорая. То есть этот вариант для уединенного отдыха. Например, родители от детей. Почему родители? Потому что, ну, вот это вот получается кровать по размеру самая большая. Вот в таком разложенном виде. Что у нас здесь имеется? Есть вентилятор. Конечно, за счет того, что небольшое окошко, но оно имеется. Видите, там створка даже уже приоткрыта. Все равно вот эта вот восточная сторона. Чтобы не ждать, пока кондиционер проделает сложный путь и попадет сюда. Вот есть вентилятор. То есть он просто будет гонять воздух. Да, не сплит система, но она все равно же в квартире имеется. Просто чтобы это быстрее действовало, быстрее доходил прохладный ветерок. Здесь у нас просто есть комод. В комоде тоже спрятан на матрасник. Ну, в принципе, я его где-то через два выезда, заезда поменяю. То есть у нас договоренность с хозяйкой. Здесь у нас тоже ниша. А вот здесь у нас, смотрите, есть удлинитель, переходник и, соответственно, утюг. Доску я уже показала, гладильная на балконе. Вот рулоны туалетной бумаги. Кстати, вот сейчас возьму один. И поставлю в санузел. Мы же ведь ждем гостей. Да, мы ждем гостей. И вот смотрите, вот такая квартира. Я считаю, что это даже не студия, а квартира. Потому что, видите, полноценная комната все-таки есть. Какая-никакая с большой кухней-гостиной. Поэтому будем считать, что она однокомнатная квартира. Данная квартира сдается, как я уже сказала, повторюсь, с 13 августа по 4 сентября. Стоимость в августе 3 500 сутки. Это обычная нормальная цена за квартиру на четверых в ЖК Кавказ. Без разницы, видовая она или не видовая. Это обычная цена сдачи. Поэтому, конечно, может показаться дорого. Но у вас лучший пляж, на самом деле, я не побоюсь этого слова, именно на Пионерском проспекте. Поэтому за это можно заплатить. Потому что тут идти легким, спокойным шагом. А мы сейчас, кстати, заодно уверенно пройдемся с вами обычным моим шагом, как я всегда показываю проходы до моря. И посмотрим, что нас будет ждать на пути. А нас будет ждать на пути очень комфортная прогулка. Ведь она идет через аллею тенистую, посаженную в зеленую зону. Поэтому проход к морю будет очень комфортным. Ну что, не буду рассказывать вам вокруг да около. Давайте сами убедимся на своем примере, сколько же по времени я буду идти до моря. А если понравилась квартира, не забываем, бронирование уже идет. Как вы видите, до 13 августа она сдана. И вот сейчас люди заедут. А сегодня у нас 1 июля, и уже люди отдыхали. В общем, вы сами поняли, как только мы эту квартиру показали, ее начали бронировать. Потому что она действительно неплохая, хорошая, комфортная для четверых. Все, пишите, звоните, номер есть в описании, а мы идем на море. Вышли из первого корпуса. Здесь у нас, видите, еще даже зеленая зона есть. И давайте сразу покажу проход на море. Он тут рядом, действительно рядышком. Вот, пожалуйста, вам и детская площадка там, и, соответственно, спортивная площадка на территории. А здесь, соответственно, начинается проход к морю. Тут еще, видите, доделывают комплекс парк Кавказ. Также будет располагаться на территории санаторий Кавказ. Но это вот приступит после того, как закончат здесь все основные работы. Видите, здесь пока еще все отделано сайдингом, забором. Ну, к сожалению, так. Ну, с другой стороны, в принципе, проспект отсюда виден, он прям как на ладони. И, слава богу, что реально очень близкое расположение к морю. Очень удобное и очень комфортное. Почему этот комплекс пользуется большим, небывалым спросом, особенно летом. Особенно вот когда на такую сдачу посуточную. Да, зимой, возможно, здесь скучновато. И, наверное, зимой остаются только те, кто переезжает сюда на ПМЖ. Но в основном этот комплекс пользуется популярностью именно летней сдачи. Именно тогда, когда идет сезон. Потому что у многих квартир на высоких этажах есть видовые характеристики. А даже если видовых характеристик нет, то в любом случае вы сейчас увидите, сколько всего лишь идти тут до пляжа. Очень-очень быстро, очень удобно. И, в общем, сейчас сами все увидите и прочувствуете. Иду своим обычным шагом, никуда не торопясь. Я, в принципе, сегодня на каблуках торопиться и так не смогу. Поэтому вы увидите и почувствуете все, как будто бы вы ходите на каблуках на море. Шаг у меня обычный, слава богу, не как у Юры. Юре, когда нужно где-то что-то рассмотреть, он ходит медленно. Но стоит ему куда-то просто идти по своей заданной цели и по курсу, он начинает бежать буквально на фоне моего шага. Поэтому все очень-очень даже объективно. Смотрите, здесь вот уже открыли, получается, вот эту часть. Вы можете посмотреть заодно апарт-отель «Кавказ». Видите, уже дом сдан, кстати, в эксплуатацию. Поздравляю тех, кто купил здесь студии, апартаменты и квартиры. Потому что уже данный комплекс уже сдан в эксплуатацию. В ближайшее время, я так думаю, месяц-два и начнется выдача ключей. Я так понимаю, да, все сдается в предчастовой отделке. Как вы видите, там даже где-то ремонты идут или заканчивают, получается, отделку строителей. В любом случае, вот еще доштукатуривают. Как бы сдан в эксплуатацию, но какие-то работы внутри все равно, видите, можно проводить. Единственное, что здесь нет зеленой зоны именно возле дома. Все-таки вот ЖК «Кавказ», если отличается тем, что хотя бы там немножко зелени есть. Здесь, получается, видите, вот маленькие туи возле окон первого этажа. И как бы на этом все. Ну, на этом все прелести заканчиваются. Но что есть, то есть. С другой стороны, мы не видим сейчас, да, вот с данного ракурса, что там на другой стороне Кавказа. Это будут вот окна, у кого будут сюда выходить, будут выходить на восточную сторону. На достаточно жаркую по утрам. Вот даже сейчас вы видите, как сюда светит солнышко. И поэтому может быть немножко некомфортно. Все-таки сюда я советую сразу рулонные шторы ставить. Вот обычные массивные темные цвета, то будет нагреваться и будет еще душнее. Видите, там уже как-то машины ездят. А мы выходим, между тем, за три с половиной минуты на Пионерский проспект. Пионерский проспект – это у нас самая такая зеленая зона вообще в Анапе. То есть я действительно не побоюсь этого слова. Реально самая зеленая зона. Потому что здесь, видите, сколько еще деревьев. Это все еще делалось в советское время, когда тут Пионерский проспект был проспектом лагерей детских, здравниц, санаториев. Поэтому, конечно, раньше не думали, что придет 21 век, век застроек плотной, вот этой вот тотальной застройки возле моря. И, конечно, посмотрите, как он широченный. Просто нереально огромный. И здесь будет очень комфортно прогуливаться. Вот видите, мы вышли в зеленую зону, практически уже дошли до пешеходного перехода. Автобусной остановки, между прочим. Вот как раз по этому видео можете посмотреть, где вы можете сесть на маршрутку либо в сторону Анапы, либо в сторону Витязева. Та же самая на параллелию сходить вечером. Или же съездить в Пятерочку, закупиться продуктами. Вообще Пятерочка здесь на маршрутке в 3-4 минутах езды. Буквально доезжает до конца Пионерского, поднимается вверх. И вот вторая остановка сверху, это уже будет Пятерочка. Она называется Котельная, либо Пятерочка. Но в любом случае маршрутчики знают эту остановку. Это надо ехать туда. Если в Анапу, то это надо ехать туда. В Анапу у нас идут два маршрута. 114 и 128. Значит, 114 он идет по сначала улице Красноармейской, потом поворачивает направо на Крымской. И, соответственно, потом он уходит на Ленина. Не на Ленина, на Астраханскую. Я засмотрелась на машину, которая меня чуть не задавила. И по Астраханску он, почти доезжая до Красной площади, на Мельково поворачивает и уходит, чтобы всех в районе 800 ступеней. На 114, на конечную, вы можете доехать и там еще прогуляться минут 25. И попадете на 800 ступеней, с которых, конечно, надо будет спуститься. Как вы уже заметили, мы прошли арку уже как Кавказ, пляжа Кавказ. Это вот все, собственно, от их лица сделано специально для вас. Видите, тут очень благоустроенный проход. Вот, по крайней мере, практически до самого песка вот такой вот асфальт. Здесь вот, пожалуйста, для людей и детей тротуар, можно по которому идти. Видите, вот люди так и делают. Впереди очень много людей. Камера всего этого масштаба, конечно, не показывает. Но на самом деле уже много людей. Сейчас у нас без 20, 9 утра. Многие, видите, специально проснулись пораньше, чтобы прогуляться как раз-таки до моря и покупаться пока еще не сильно жарко. Но я вам хочу сказать, жарко. Сегодня вообще обещают аномальный жаркий день. Поэтому очень здорово, что я все-таки сегодня смогла выбраться с утра. Потому что если бы я выбралась днем, это было бы просто ужасно. Это была бы реально катастрофа. Очень хорошо, что я выбралась именно с утра. И заодно вам покажу, как люди идут от этого Кавказа, от ЖК Кавказ до моря, спокойным своим шагом. Вот, кстати, меня сзади тоже люди догоняют. Очень хороший проход. И, вы знаете, я долгое время полагала, и сейчас, наверное, тоже к этому склоняюсь, что это реально лучший пляж на Пионерском проспекте. Во-первых, из города вы можете доехать на 114-й до этого пляжа и на 128-й. Кстати, 128-я маршрутка идет ровно до Красной площади, но она идет через восточный бывший рынок. Чуть-чуть захватывает Анапское шоссе, чуть-чуть захватывает проезд солдатских матерей. Ну, в общем, вот таким вот ходом она по Чехово доезжает по обездной до Красной площади. На Крымской просто поворачивает налево, там, где 114-й, поворачивает направо. То есть, если вам нужно доехать до администрации, до фонтанов, то вам, наверное, на 114-й. То есть, 128-я у вас уйдет совершенно в противоположную сторону. Имейте в виду, вот видите, лайфхаки заодно до его, как и куда ехать. С другой стороны можно проехаться ради интересного на 128-й хотя бы в Красную площадь. Она у нас уже вроде даже открыта, несмотря на карантин. Там, если у нас откроют все развлечения, там есть фудкорты на втором этаже, на первом этаже шоппинг, павильончики. Ну и, соответственно, на втором этаже есть и развлекательная часть. Там, получается, у нас кинотеатр, детская комната игровая. Ну, в общем, надо будет сделать обязательно обзор, если получится, когда я там окажусь, что там у нас на втором этаже. Ну, в любом случае, пока что у нас фудкорты и, соответственно, развлечения пока под запретом. Сегодня у нас 1 июля, напоминаю, это второй месяц лета пошел. Благополучно вроде как начали все-таки готовиться к сезону, именно уже реально работать в сезон. Уже начали приезжать люди. Видите, как здорово то, что вот несмотря на эту ситуацию, люди все равно отдыхают. И вот смотрите, вот практически за 9 минут, я там говорила, да, 7-8, но вот реальным шагом, да, получилось за 9 минут. Но я думаю, это не критически, потому что я все это время шла по тенистой аллеи, по зеленой зоне. Мне не жарко было вот в тот момент, когда я шла в теньке. Сейчас вот даже сюда подходя, да, тут деревья окружают, и поэтому не так жарко. Здесь яблоня дикая ждет, но вижу, что тут пониже уже ее все ободрали, к сожалению. Поэтому яблоней нету, она там только на самом верху. И здесь яблоня, ой, здорово. И мы тем временем подошли как раз-таки уже к песку, песчаной части пляжа. И мы сейчас разуемся и пройдемся уже по самому хорошему кварцевому песку, по самому полезному кварцевому песку для детей и для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вообще наши пески это нечто. Мало того, что удобный заход в воду, мало того, что мелководие для деток, так еще и песок обладает действительно вот такими целебными характеристиками. Это не легенда, это не придумывание. То есть как у нас обычно бывает, да, на какие-то там деревья создают тысячу и одну легенду, чтобы лишь бы вот людей к этому дереву привезти. На самом деле нет, здесь все действительно обоснованно и по медицинским показаниям сюда действительно приезжают люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, потому что здесь настоящий кварцевый песок, не привезенный, не речной, а именно естественный, какой он есть в природе. И вообще Анапа и Анапская пересыпь, да, вот Анапская коса, где вот песчаные пляжи, лучшие пляжи вообще в России, потому что даже в Крыму там немножко пляж отличается. Немножко дует ветерок, думаю, слышно, да, немножко по голосу. Но он такой, знаете, более морской что ли, бриз, вот как его можно описать. Это реально вот такой морской бриз. И вот здесь, кстати, еще помимо пляжа ЖК Кавказ, еще и здесь расположены, получается, пляжи отеля Сибрис Резорт, я думаю, что это отель. И очень-очень много, видите, уже пляжи открыто, повесили теневые навесы, там он раздают шезлонги за денежку, конечно же. И вот отсюда можно принять решение, либо идти прямо до конца, что мы сделаем, либо уйти направо и попасть на пляж Сибрис Резорт. Видите, вот даже указатель появился. Сегодня у нас купание разрешено, черного шарика нет. Желтый флаг висит. Там у нас от Хуторка получается пляжная зона. Здесь у нас пляж общего пользования для жителей ЖК Кавказа, и также для всех желающих, кто сюда просто приедет на маршрутке или на машине. Сразу скажу, особо парковаться здесь негде. Поэтому даже если у вас есть личная авто, предпочтите данному транспорту все-таки маршрутную таксицу или маршрутку, потому что, к сожалению, парковка не предназначена для автомобилей, а пляж действительно здоровский. И может быть он и поэтому здоровский, что нет парковки, нет прямого выезда на автомобиле сюда, потому что иначе бы испортили вот такой замечательный пляж. Как вы видите, пляжи достаточно широкие, обширные. Вон люди даже, видите, с мини-палатками. Здесь вообще вон игровую зону устанавливают батуты, пожалуйста, прыгай не хочу. Даже какие-то развлечения появляются. Вообще пляж, конечно, он всегда как-то облагоустроен на фоне других пляжей, санаториев и пансонатов. Вон все-таки, видите, как считается, как один из городских пляжей, но при этом доступный только тем, кто либо рядом живет, либо кто знает, как на этот пляж проехать. Ну, это ни для кого не секрет, никто никогда ни от кого не скрывает. И вот мы дошли до моря. Сейчас я достану наш градусник, и мы пойдем замеряем, попробуем замерить температуру воды сегодня. Ух! Кажется, с утра вода прям холодная-холодная. Ну, на самом деле, она не могла остыть быстро. Я вот и вчера об этом говорила уже в принципе, то, что вода так быстро у нас не остывает за ночь. Это просто, когда нет сильно жарящего солнца, либо наоборот, слишком жаркое солнце, то любая вода, мне кажется, будет очень контрастной. Я вам сейчас просто покажу температуру воздуха на секущий момент. Да, у нас на часах 9 утра, 27 примерно градусов. Но на самом деле температура растет буквально с каждой минутой. Это просто, что вот возле моря еще не так сильно жарко, как на проспекте в том же самом. Ну что, давайте тогда пройдем и окунем ее. Давайте я вам покажу жизнь. Тут же, видите, уже плесются люди, детишки купаются. Очень хороший пляж, честно вам скажу, реально хороший пляж. И те, кто купили здесь квартиру под сдачу, не прогадали, потому что ЖК «Кавказ» всегда будет популярен, потому что до пляжа, вы сами видите, совсем ничего. Реально очень близко находится к морю. Это очень удобно. И здесь в чем разница между поселковой частью нашего Витязева и вот такой дикой, можно сказать, неблагоустроенной в плане того, что здесь нет развлечений никаких для детей. Наоборот, в этом есть и своя прелесть. Ведь многие-то едут ради моря и чтобы не сильно много потратиться. И вот ЖК «Кавказ», несмотря на свою как бы недешевую цену за сутки, но окупается тем, что так как развлечений нет, соблазнов нет. Те, у кого дети, меня сейчас очень хорошо поймут. Поверьте, нет еще ни одного ребенка, который, проходя бы мимо аттракционов, не захотел бы на этих аттракционах прокатиться. Либо это, ну, очень вундеркинд, какой-то умный ребенок, который знает, что ему это не особо нужно. Но это редкость. Ну, зависит еще от воспитания, но, вы знаете, я вроде была нетребовательным, некапризным ребенком, но когда видела какие-то карусели или аттракционы, меня было не сдержать. И я думаю, что многие нынешние дети примерно такие же. Поэтому отсутствие аттракционов, с одной стороны, сказывается на цене за проживание, но, с другой стороны, вы эти деньги экономите. Так что, получается, какая разница жить в центре развлечений или жить в квартире. Все равно у вас расходы будут примерно одинаковые. Только здесь вы еще и сами готовите. Столовых на пути сюда нет. Так как этот комплекс строился не только под летнюю сдачу, но и, соответственно, чтобы люди здесь жили круглогодично. А зачем же здесь круглогодично столовая? В принципе, маршрутка рядом, захотели, поехали. Видите, сделала там столовых, пруд в пруди, очень много, валом. На самом деле, многие делают так, они закупаются в пятерочке и просто готовят дома. Тоже экономит бюджет. Не поверите, питаться где-то на отдыхе, не, как говорится, не дома, не готовя самостоятельно, это уходит в большую-большую, толстенькую такую сумму. Особенно, если делать это три раза в день и ежедневно. Поверьте мне, квартира очень даже неплохой вариант. Вот, 3500 вроде бы в сутки, да, но вы экономите, не тратя на развлечениях. И, соответственно, вы экономите на питании. Потому что хотите, не хотите, да, готовить самим придется. С другой стороны, да, ленивым особенно, да, ленивым не захочется готовить на отдыхе. Поэтому квартирный вариант тоже не всем подойдет и не каждому. В квартирах, особенно на высоких этажах, да, вот высоких, получается, комплексах, где больше, там, 10 этажей и всего два лифта. Летом приходится, ох, как не сладко, особенно ожидая лифт. И дай бог, чтобы лифт не сломался. Ну, вроде как, в ЖК Кавказ я ни разу не слышала, что прям летом, в пик сезона, надолго отключали лифт. Ну и вообще, чтобы его отключали, по крайней мере, из тех людей, которые там жили на протяжении трех лет, что я нахожусь в Анапе, на это никто не жаловался. Поэтому у меня сложилось впечатление, что с лифтами, в принципе, проблемы нет. С электричеством, с водой там также нет проблем. Они подключены к центральным сетям водоснабжения, отопления, а также коммуникации и электричества. Поэтому даже если здесь чего-то не будет, это значит, что нет всего города, да, определенного района, к которому подключен и этот Кавказ ЖК в том числе. Поэтому можно сказать, что комфортный комплекс, свежий комплекс, он был сдан то ли 4, то ли 5 лет назад всего. Это действительно еще считается свежая стройка, вторичка. Квартиры здесь не дешевые. Это сразу предверяю вопрос о том, а сколько же стоит купить квартиру и ее потом сдавать. Да, сдается она нормально летом, если вы создадите все комфортные условия, да, для проживания жильцов. Но единственное, есть нюанс в том, что квадратный метр стоит здесь почти в два раза дороже, чем в городе. Так что если вы хотите купить даже маленькую студию, порядка 32-30 квадратов, то вам придется сразу раскошелиться больше 3,5 миллионов. Иногда продаются редко, да, там, когда срочно кому-то нужны деньги, да, бывают срочные продажи, там собственники продают и за 3,400, и за 3,500 с ремонтом. Я же сказала 3,500, да, имела в виду без ремонта, при цисковой. То есть раньше можно было вообще купить эти студии за 2,500, за 2,800, когда они были без ремонта и только сданы. Но сейчас 3,500 без ремонта, и то и не найдете, потому что все стараются сделать ремонт, чтобы продать подороже. Поэтому, как говорится, поздравляю еще раз обладателей квартиры, студий и вообще недвижимости в ЖК «Кавказ». Также поздравляю тех, у кого была куплена недвижимость в апартаментах «Кавказ». Вы в скором времени должны получить будете ключи и начать делать ремонт. Ну а мы подошли тем временем к тому, что нужно показать вам замер воды. Замер воды показывает, что температура 25 градусов. Это шикарно. То есть на воздухе было 28, термометр показывает 25. Комфортная чистая водичка. Посмотрите, какая она реально прозрачная. Она как слеза ребенка. Не обманывай же. Показываю все, как есть. И стараюсь показывать на позитиве, потому что любое можно окрасить как в белый, как в черный тон. Я стараюсь окрашивать в светлые тона, потому что так жить проще, радужнее и веселее. Вот смотрите, уже сколько людей на пляже. Буквально я подошла, еще не все было занято. Сейчас, видите, и там много людей, и в воде много купающихся. В общем, видите, сезон пошел. Кавказ ожил, пляж работает, все отлично. Друзья, я жду ваших комментариев, лайков. Также, если вам понравилась квартира, которая была в начале ролика, звоните 8999-605-73-41. Если вдруг не услышали, то номер всегда в описании под видео, под любым роликом. Звоните, будем рады вас принять. Здесь же, как Афгаз, заселяю, выселяю я лично, поэтому есть еще и такой небольшой повод познакомиться с вами вживую. Напоминаю, свободная дата с 13 августа, путь 4 сентября. В августе 3 500 в сутки, в сентябре 2000 в сутки за полностью всю квартиру. Максимальное заселение 4 человека. Все, на этом все. Жду ваших комментариев. Всем пока-пока.